18 ноября день рождения Деда Мороза. Никто не знает, сколько ему лет, но точно больше двух тысяч. Круглый год Мороз Иванович принимает от ребят со всего света письма с пожеланиями подарков на Новый год. Но в этот день больше всего писем он получил с пожеланиями здоровья. Поздравить дедушку с днем рождения в минувшую пятницу в районном Доме культуры собрались сказочные персонажи и ребятишки со всего Белореченского района. Пригласили на торжество и нашу съемочную группу. Праздничная атмосфера в этот день царила уже на подходе к Дому культуры. Гостей встречали жизнерадостные снеговики. Вместе с ребятами они репетировали поздравления и помогали им размяться перед большим праздником. В сказочном городке развернулся штаб Морозной почты, где даже самые маленькие белореченцы могли отправить главному волшебнику страны свои открытки и передать пожелания. Я хочу ее дать! А Дедушке Морозу что бы ты пожелал в день рождения? Здоровья, счастье, потому что Дед Мороз наш любимый. Сказочную красоту подготовили силами творческих коллективов всего района. Для них фестиваль ко дню рождения Деда Мороза еще и часть подготовки к Новому году. Фестиваль, прежде всего, задуман как смотр наших сил творческих, которые будут работать все новогодние праздники, будут дарить детям радость. Мы сегодня увидим наши творческие программы, насколько они уже готовы, насколько у нас готова база костюмов, насколько наши артисты уже прониклись, скажем так, новогодним настроением. Вот. Выберем лучших, определим победителей. Победитель наш главный Дед Мороз, он будет открывать новогоднюю елку здесь, главную, центральную. Планируем это мероприятие на 8 декабря. Конечно, помочь своему Деду Морозу стать лучшим помогали сотрудники домов культуры всех поселений района. Фотозоны в новогоднем интерьере подготовила каждая команда. Такой вид соревнований пришелся по душе жителям нашего города. И гости праздника с удовольствием фотографировались в уютных сказочных уголках. Не скучали и сами сельские Деды Морозы фотографировались и принимали творческие подарки. Скоро к нам на Новый год Дед Мороз опять придет. На ногах-то валенки, не подшипы стареньки. Маленьки, маленьки, но сидит удаленьки. Ничего, что с бородой, но все равно он молодой. Открыл осмотр-конкурс команда сельского дома культуры поселка Южного. Вместе с Каем и Гердой добрый сказочник помог вернуть чемодан с письмами Деда Мороза, который похитила снежная королева. Зрители из зала приняли самое живое участие в представлении и забросали злую колдунью снежками. Очаровательные снеговики городского культурно-развлекательного центра вызвали бурю восторга своим поздравительным гимном. До рождественному гимну, посвященный дню рождения, готовься! Ученый кот из села Новоалексеевского рассказал научно-познавательную сказку о знакомстве Бабы-Яги с Дедом Морозом. Пока члены жюри решали, какая из команд подготовилась к Новому году лучше всех и кто представит Белореченский район на новогоднем параде в Краснодаре, на сцене развернулось яркое представление, которое подготовили коллективы районного дома культуры. Аминь Юй, Аминь Юй Новый год С новым счастьем к нам идёт И пускай все скажут старый год Прощай, прощай Красками разными, белыми и красными небо рассвечу я Волнами синими, сквозь над вершинами ветер ущит меня В финале праздника все 12 волшебников вместе с внучками-снегурочками поднялись на сцену. Труды лучших коллективов отметили дипломами, а в завершении церемонии награждения команды и зрители узнали, кто стал лучшим Дедом Морозом района. Диплом гран-при сегодняшнего фестиваля, фестиваль осмотра конкурса Дед Мороз 2018 получает Дед Мороз городского культурно-развлекательного центра. До Нового года осталось чуть больше месяца и сказочным волшебникам и их помощникам нужно многое успеть. С главным белореченским Дедом Морозом и снегурочкой мы встретимся на открытии городской ёлки 8 декабря и в новогоднюю ночь. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди.